Продолжение чтения книги к истинному православию Игнатия Пихоновича Лапкин. К истинному крещению. Часть 5. Из речей патриарха Алексия II Редигера. Цитата. «Сейчас крестится много взрослых, и им необходимо создать все условия, чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами через полное погружение. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству, но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеются баптистерии, чтобы не вызвать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. Также многие, 98% священнослужителей, словно и не слышали нашего предупреждения. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно и неспешно. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, поспешно, сокращаются часто, причем сакраментальные его части. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств, то есть назначения цен за совершение требований. Такой священник – позор для храма. Священник требует особой платы даже за крещение, венчание, отпевание. Это уже настоящая симония. И к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка. Больше всего поступают жалобы, прошения о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб. В первую очередь это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы крещаемого вместо полного погружения. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых, но ряд храмов с этим не торопится. Считаю, что не следует в таких храмах крестить взрослых, а для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерий. Священнослужитель во всем должен быть примером для своей пасты. Я уверен, что пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу останется. Многих же мы потеряли, как уже теряем сейчас. Официальная хроника Московской Патриархии, номер 2. 1993 год, страница 18. Номера с 1 по 3, 1994 год, страница 34 по 38. Из речи на Московском епархиальном собрании. Все эти и подобные высказывания Патриарха о крещении, совершенно верные по содержанию, есть по сути ничто иное, как некая реабилитация самого себя в глазах народа. Он как бы говорит, смотрите, я же учу, я и обличаю беззаконников, а они ничего не хотят делать. Но у Патриарха огромная власть, и он мог бы в течение всего лишь одного месяца навести порядок в уверенных ему делах. Если он, Патриарх, сам обливанец, как и многие почти все архиереи и священники, выходцы из Белоруссии и Украины, но ничто не препятствует им всем сегодня же найти опытного духовного священника. Правильно, с троекратным погружением крещеного, и упросить его, чтобы он крестил всех обливанцев, начиная с Патриарха, всех архиереев и священников. Совершилось бы настоящее крещение Руси, образовались бы общины, живые братства, отделение от мира и возрождение духовной могучей России. И немедленно необходимо принести всенародное покаяние пред Богом и перед народом за столько лет творивое беззаконие. За жуткий обман доверившихся им слепостующих прихожан, за проклятое Богом небрежение в преподании и крещении. И сдать указы, чтобы безумие с обманом, мочение голов вместо троекратного погружения прекратить, а священников, не подчиняющихся указу, и извергать из сана, пусть идут работать на стройке народного хозяйства. Блаженный Фефилакт на послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих, говорит так. Итак, крещеный спогребается Христу троекратным погружением, изображая трехдневное погребение Господа и умирая, как ветхий и греховный человек. Из решения Барнаульского епархиального совета под председательством епископа Алтайского Антония Масендича от 2 февраля 1996 года. Цитата. «Постановили начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаула. Почему же так и не крестят, а по-прежнему лишь мокрой ладонью гладят голову за большие деньги? Потому что провозгласили, это наше мочение голов равноспасительно, как и погружение. А если это так, тогда для чего учить погружать? И делают по-прежнему вскачь, как прежде, как проще, доходнее на погибель. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Ни патриарха, ни архиерея попы не слушаются, а самовластно обманывают народ лжекрещением. «Священники оскверняют святыню, попирают закон. Беззаконник не знает стыда. Они прилежно старались портить все свои действия». Сафония 3 глава 4 и 7 стих. «Поэтому всех моченых необходимо крестить с полным погружением, как совершенно некрещеных». Покаяние и крещение – основание и начало христианства. «Но когда разрушены основания, что сделает праведник?» Псалом 10 глава 3 стих. «Что же еще глаголят батюшки, когда увидят, что нечего возразить на эти точные доказательства?» «Так одной капли достаточно для благодати. И когда вот даже так человек в кавычках крещен, потом благодать его довершит, человек будет ходить, будет веровать. У нас же экстремальные условия были 70 лет. Пересохли реки, озера, водопровод. Алтай превратился в Сахару или Каракулу. Нет, вера от слышания Слова Божия, а не от капли воды. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». Проколемия 48.10 «Убойтесь Бога! Суд Его не замедлит!» Десятый член символа веры гласит «Исповедую, едино крещение во оставлении грехов». Это значит, что крещение, как духовное рождение, если оно совершено правильно через краекратное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа, не может быть повторяемо. Поэтому Церковь принимает иеретиков, вступающих у Иолона, без повторения крещения, только через миропомазание, если они крещены, как заповеданное Евангелием и Древней Церковью. Православные люди обновляют в себе таинство крещения покаянием, исповедью и причащением святых тайн тела и крови Христовых. Восприемники новокрещенного, взрослого или ребенка являются его духовными родителями. У мужеского пола мужчина, у женского – женщина, но иногда воспринимают мужчину и женщину. На них возлагается забота о духовном развитии воспринятого ими сына или дочери. Молиться за нее советом и делом помогать ему или ей в трудные моменты жизни. Одним словом, быть восприемником – это не только почетное, но и ответственное дело. При крещении восприемники нарекаются «крестный отец», «крестная мать». Крестные родители должны быть православными, благочестивыми и церковными людьми, чтобы могли правильно влиять на своего восприемника и восприемлицу. Обычно кто-то из крестных родителей приобретает нательный крестик для новокрещенного. А сегодня крестные – совершенно неверующие, случайные, которых тут же приобщают, смочив мокрой ладонью головы из купели. И все это есть лютое богохульство, и в конечном счете это приведет всех к принятию антихриста. Имя дается по святцам к календарю из тех имен, какие есть на этот или на ближайший день. Если при крещении переменяется имя, то желательно на сходное – Джузеппо, Иосиф, Генрих, Геннадий. Если к крещению приступает взрослый, или уже имеющий имя, и такого имени нет в святцах православных, замена имени в крещении может быть и на любое имя православных святых. Этот святой является небесным покровителем крещаемого. День памяти святого называется Днем Ангела. Человеку следует знать житие своего небесного покровителя, а также надо стараться причаститься в ближайший день ко дню своего ангела или в этот день. Использованы материалы из брошюр Александра Милината, ныне епископа аргентинского. Все на этом. Храни всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok